А в нашем эфире «Прибавление» прямо сейчас свои новые видео презентует певица Элен. Привет, Элен! Привет, Юля! Вот знаешь, я замечаю в последнее время, что многие артисты нарушают такую старую, добрую январскую традицию, когда ничего не происходит, все уезжают в отпуск и наступает такое медийное затишье. Ты сняла целых два видеоклипа и презентуешь их в январе. Юль, ну, сняла я видеоклипы намного ранее, но презентовала, в принципе, эти клипы в январе. Приберегла. Приберегла, да. Притом два в один месяц. Ну, это такое поверье, как год начнешь, так он и продолжится, так что, видимо, каждый месяц теперь придется тебе удивлять какими-то новыми видео. Ой, ну это, конечно, будет сложно, но я буду стараться, друзья. Давай поговорим об этих работах. Первое, невероятно красивые. Там действительно, друзья, невероятно красивые люди. Помимо самой Элен, в видеоклипе снялся актер Денис Барановский. Да, ну, немножко расскажу о клипе. Текст, музыку и слова написал Юрий Кисель. Исполнила ваша Элен, а снялся со мной в главной роли Денис Барановский. Это актер белорусского и не только кино, как я понимаю. Вот. У нас очень много было интересных сцен. Было два съемочных дня. Первый съемочный день – это мы гуляли, делали красивые кадры. А второй съемочный день как раз-таки проходил в квартире, где мы с Денисом разыгрывали любящую пару. А что касается Дениса, ему-то легко. Он профессиональный актер, уже в стольких фильмах и сериалах снялся. Это как тебе было изображать чувства, в принципе, с чужим человеком. И что сложнее? Играть вот эти вот моменты love story или там ударить, или есть у тебя момент, когда ты выплеснула стакан воды на него. Да. Ну вот как это ни за что не выплеснула? Человека водой облить. Юля, в жизни ни разу у меня такого не происходило. Я никогда на мужчину вот так вот не накидывалась. Но по сюжету у нас планировалось… То есть я открываю компьютер, у меня старый такой макбук, очень старый. Он просто первый, наверное, в Беларуси, который появился. Вот. И мы планировали… Ну, я как бы открываю компьютер и вижу, что он там с кем-то переписывается. У нас по сюжету изначально планировалось, что этот компьютер я разбиваю. То есть там, я не знаю, каким образом… Ты его специально хранила вот до того момента. Да. Ну, в итоге я его пожалела, хотя он у меня уже такой древний, такой старенький. И мы решили эту сцену заменить битьем посуды или вот выливанием воды в лицо Денису. Но на самом деле это было очень сложно, потому что снимали мы одним дублем. И вся съемочная группа сказала, Лена, это очень важный сюжет. Мы его должны снять за один раз, потому что рубашка одна белая. То есть… Понятно. Потом нужно высушить, погладить эту остановку в съемке. Поэтому это было снято за один дубль. Ну, в общем-то, прикольно, мне кажется, получилось. Что я могу сказать? Друзья, если на какой-нибудь площадке объявлений вы увидите старый макбук, это значит, что певица Элена распродает реквизит со съемок. Я знаю, что не все сцены вошли в финальный вариант. Точнее, даже не так. Ты сценарий поменяла уже на месте. Ну, вот помимо того самого макбука. Да, изначально режиссер планировал показать отношения мужчины и женщины. И закончить этот клип тем, что в итоге певица остается, ну, актриса, кто там, в общем-то, я снималась, получается. Я остаюсь одна, в общем-то, и иду в поле за манекеном, и подхожу, и, в общем-то, там стоит не человек, а стоит манекен, и я его обнимаю. Но я решила это все переделать. Мы решили сделать хэппи-энд, как и все, наверное, девочки. По всем законам Галибу, да? Да, женщины все-таки мечтают выйти замуж. Поэтому мы добавили сцену, она есть в клипе, когда Денис мне дарит кольцо. Потом ты сказала «Я больше не хочу» после двух дней съемок и сняла видеоклип на песню с соответствующим названием. Да, так бывает часто, но не в нашем случае, потому что песня «Я больше не хочу», клип, вернее, на песню «Я больше не хочу» был снят за год до клипа «Невероятно красивая». Вот с каким месседжем ты гуляла по городу «Я больше не хочу»? Чего ты не хочешь? Чего не хочет певица Елена? Ой, именно в этой песне, кстати, музыка и слова мои, в песне «Я больше не хочу» – это, наверное, взаимоотношения, опять же, опять же, эти мужчины, мужчины и женщины, опять взаимоотношения. Я больше не хочу расставаний, я больше не хочу каких-то плохих моментов в своей жизни. Вот как-то, наверное, вот это. Я больше не хочу играть с тобой в молчание, смотреть в твои глаза до потери сознания. Наверное, это история немножко не о разделенной любви. Ну, и вот, в общем-то, следующий клип невероятно красивый и тоже хэппи. Получается такой небольшой клиповый сериал. Елена, ну а мы хотим больше красивых, хороших песен, и я знаю, что ты сейчас работаешь над концертной программой. Когда мы ее увидим? В середине мая у нас будет с моим папой концерт. Вот программа называется «Песня о любви». Твой папа тоже поет? Да, мой отец выступает с романцами на стихе Лермонтова и Сенина. Авторские у него есть романсы, также песни тоже у него есть популярные, вот в таком же стиле, как и у меня. Вот, мы с ним будем делать концерт, который называется «Песня о любви». Наша программа ориентирована больше на средний возраст. В общем, так, провести тихий, спокойный семейный вечер. Да. Здорово, когда талант передается по наследству, это я сейчас сказала с небольшой ноткой зависти. Елена, я желаю тебе новых песен, я желаю тебе хорошей подготовки и заходи к нам почаще. Спасибо, конечно. Хорошее вам настроение, прекрасного дня. Буду приходить.